Склеп глубокого камня, новый рейд, пройден. Наша команда прошла его в первый день, на следующий день пошла еще раз и еще раз, чтобы изучить и чтобы можно было рассказать вам о том, как это все освоить. Устраивайся поудобнее, начинаем. Первой стадией рейда будет дорога до склепа глубокого камня на сперл, ну или на пайках. Вам нужно проехать по морозу с ужасной видимостью из-за бури через 6 специальных точек, параллельно зачищая путь от мобов, а на финальной точке убив мини-босса Брига Падших. Когда вы садитесь на сперл и проезжаете от одной точки до другой, на вас вешается дебаф Обморожение. При накоплении этого эффекта до 10 раз вы погибаете. Чтобы было чуть проще ориентироваться на этом этапе, вот карта. Надеюсь, в условиях снежной бури она вам будет полезна. Доехав до последней точки и убив тут всех противников, возьмите первый секретный сундук. Он находится в скале прямо напротив выхода. И прежде чем мы перейдем к первому серьезному этапу этого рейда, отвлечемся на небольшое спонсорское сообщение, а дальше окунемся в механике рейда. Страж. Если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты, легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. На сайте появились новые экзоты, квесты и поручения. Новинок много, а цены снизились. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Все можешь проверить сам, а по коду triple wipe действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получи ответ. Итак, проходите далее и доезжаете до входа в лаборатории. Пройдя по коридорам, вы выйдете к локации первого этапа. Давайте сначала расскажу об основной механике и нескольких деталях, которые упростят вам прохождение. Во-первых, на арене будут появляться перегруженные капитаны падших. И лучше бы вам в команде иметь двух человек с модами артефакта для оглушения таких противников. Локация поделена на три секции. Светлая сторона, темная сторона и подвал. И игроки с модом против воителей должны распределиться один на темную, другой на светлую сторону. Остальная команда должна будет также распределиться по этим комнатам так, чтобы у вас получилось две тройки игроков. Этап представит вам основной механизм рейда, который вы пронесете через все остальные стадии. Итак, терминалы появления и передачи бафов. Вот эти вот белые будки будут служить своего рода базами для двух бафов. Красный баф – оператор и желтый баф – сканер. На каждой стороне есть одна такая будка. Заранее найдите их и запомните расположение, чтобы во время прохождения быстро ориентироваться. Если вы видите в терминале значок какого-то из бафов, значит вы можете подойти и взять его. Если бафа в будке не отображается, а на вас он есть, значит вы можете подойти к этой самой будке и поместить его туда. После чего любой другой игрок из любого другого терминала на локации сможет взять его и использовать. Повторяться бафы не могут, то есть в команде всегда есть один оператор и один сканер, но время от времени им может понадобиться меняться ролями. Что дают эти бафы? Оператор управляет системами, он открывает двери и активирует терминалы. Сканер видит подсвеченные консоли и другие объекты, с которыми оператору, либо всей команде, следует работать. Сообщает о них и оператор по ним стреляет, например. На светлой и темной стороне есть четыре колонны. Вокруг них стеклянный пол. Через стекло как раз сканер и должен будет подсказывать оператору, который будет в подвале, какие консоли подсвечены. Я бы рекомендовал каждому игроку посмотреть, где находятся эти консоли. Примерно запомнить их расположение в подвале и то, как их видно сверху. Мы на первом прохождении накидали некую карту, вот эту вот, и пронумеровали консоли. После этого ориентироваться стало куда проще. Возможно, вам эта схема тоже покажется полезной. Вся механика сводится к этому. Делитесь на две стороны, светлая и темная. Один игрок на светлой, к примеру, стороне берет из терминала баф оператор и бежит вниз. В это время на темной стороне появляется моб, над которым вы увидите свечение желтого бафа. Убив его, один игрок подбирает баф и становится сканером. Как можно оперативнее он должен бегать от одного участка со стеклянным полом до другого и просматривать все консоли, чтобы сообщать оператору, какая из них светится. После того, как он нашел светящихся консоли, сканер должен передать свой баф игроку на светлой стороне, воспользовавшись для этого будкой. Игрок на светлой стороне должен быть готов принимать баф как можно скорее и также быстро пробегать по четырем точкам и сообщать о тех светящихся консолях, которые должен расстрелять оператор. Небольшой нюанс. Возможность передачи бафа может быть заблокирована, если на какой-то из сторон появился прислужник падших. Его нужно убить так быстро, как только получится. Для этого на каждой стороне, кроме игрока, сканера, есть его напарники. Итак, сканер сообщил оператору инфу о подсвеченных консолях, он их расстрелял, после чего оператор в подвале бежит к своему терминалу и сдаёт баф. Этот баф должен забрать любой игрок из команды наверху, а тот игрок, что был со сканером до этого, вложить свой баф в терминал, чтобы игрок в подвале смог теперь им пользоваться. Начинается фаза урона по охранной системе. Игрок с бафом сканера в подвале должен обратить внимание на специальные батареи, на колонне, около терминала, для передачи бафа. Они разделены на две группы по три с каждой из сторон, аналогично залу. Три на тёмной и три на светлой. Одна из них будет подсвечена жёлтым цветом. И вот назвать какая именно и будет главной задачей нижнего игрока. Выглядит это примерно как светлое лево, или светлое центр, светлое право, ну и также на тёмной. Информация эта необходима игрокам наверху, поскольку в этот момент в залах открываются защитные створки у главных элементов питания, и их нужно будет уничтожить, но в строго правильной последовательности, которую вам и называет сканер снизу. Лучше всего наносить урон из пулемёта ксенофаг, ну или другого пулемёта на крайняк, если этого у вас почему-то нет. У батарей не открыт точки, так что снайперские винтовки, например, тут особо работать не будут. Всего нужно уничтожить 6 батарей за не более чем 3 захода. Но если у вас всё ок со снаряжением и с ориентацией в пространстве, то вы справитесь и за 2, а то и за 1 стадию. Когда всё сломаете, на тёмной стороне зала откроется дверь, перед ней появится сундук, забирайте награду и двигайтесь ко второму этапу, к первой битве с боссом на рейде. Итак, вторая стадия рейда это тот самый этап, который остановил большинство команд в первый день рейда. Мы и сами просидели на нём неприлично долго, так что опыт, мягко говоря, есть, сейчас всё расскажу. Из снаряжения и подклассов тут очень пригодятся кладези варлоков, сверхновая варлоков и купол титана. Ну и иногда стрела охотников, хотя, как Хантер Мейн, скажу, что охотникам тут применения почти никакого нет. Что касается оружия, обязательно меч. Например, лезвие гильотины или новый экзот плач, если уже успели выбить. Что-нибудь для зачистки мобов, например, пистолет-пулемёт и какое-нибудь оружие на дальнюю дистанцию с хорошим уроном. Снайперская винтовка или однозарядный гранатомёт будет окей. Теперь по механике. Разделите команду на две подгруппы по три игрока в каждой. Группа на земле и группа на орбитальной станции. Да, нам в космос лететь. Когда этап запустится, двое из команды, что должна будет отправиться на станцию в космос, сразу запрыгивают в капсулы и улетают наверх. Они расположены позади босса. А их третий напарник немного задерживается на земле, помогая зачищать мобов и ищет тут моба с красным бафом оператора. Забрав его, он также отправляется в капсулу и летит наверх. Добравшись до станции, оператор должен отправить капсулы вниз, обратно на землю. Для этого ему нужно пострелять в панели управления рядом с ними. Пока он был внизу, двое его напарников должны будут зачищать мелких мобов и ждать второй волны появления противников, вместе с которой в зале появятся три прислужника, добивать которых пока нельзя, и моб с жёлтым бафом – сканером. Это вандал-хакер. Он может выйти слева, справа или с нижней части зала. Ищите его как можно быстрее и определяйте игрока, который возьмёт его баф. В нашей команде за эту роль отвечал я, так что на геймплее хорошо будут видны задачи сканера. После того, как сканер берёт свой баф, добивайте прислужников, о которых я говорил ранее. Убийство всех трёх запустит фазу урона по боссу. В зале 4 босса. Но как только начнётся фаза урона, лишь один из них будет для игрока с бафом сканера светиться жёлтым цветом. Сканер должен громко сказать всей команде, какой именно босс светится. У нас это были левый, правый, у окна и нижний-ближний. Максимально быстро прыгайте на нужного босса и вносите как можно больше урона с мечей и сверхновой бомбы варлоков. После того, как подамажите босса, этот клон исчезнет. Теперь начинается жонглирование бафами. Внимательно. Сразу, как только босс пропадёт, игрок со сканером бежит в ближайший терминал для передачи бафа, их тут 4, и оставляет его там. А один из игроков из команды на земле берёт сканер и ждёт, какой из боссов начнёт светиться у них. Левый верхний, левый нижний, центральный, либо правый. Но механика на этом не заканчивается. Когда один из клонов босса умирает, он роняет дебаф. Репликация Атракс. Поднять его должен любой из игроков, кроме оператора. Оператор не должен брать баф, потому что он единственный человек, который может сбить этот баф с другого игрока. Дебаф Атракса имеет таймер в 45 секунд, по истечении которого игрок, носящий дебаф, умирает. Чтобы продлить действие дебафа и не дать игроку умереть, оператор должен пострелять в дебаф и тем самым уронить репликацию на пол. Игрок снова может подобрать её, и таймер начнётся заново. Чтобы полностью избавиться от дебафа, оператор должен сказать игроку с репликацией, на какую сторону там уйти. Лево-низ, лево-верх, право-низ или право-верх. В этих точках, на космической станции, располагаются двери, открыть которые может тоже только оператор. Игрок с репликацией заходит в них, и оператор сбивает дебаф. Фактически это двери в открытый космос, и репликацию босса просто высасывают из корабля. Главное не задерживаться там игрокам, чтобы не улететь следом. И поскольку оператор тусит в основном наверху, кто-то из игроков на земле, кто также подбирал дебаф со своего убитого босса, должен будет прилететь на станцию, чтобы очиститься. Именно для них оператор вначале и отправляет капсулы назад. Игрок, ответственный за сканер на земле, тоже после убийства босса должен как можно скорее скинуть баф в терминал. А сканер наверху должен его забрать, поскольку стадии урона чередуются довольно быстро. Обращу внимание, что урон по боссу может влетать не такими большими порциями, как хотелось бы. Но это не должно вас пугать. Копий очень много, и вы просто имеете некое ограничение. Но на геймплее видно, сколько мы сносили боссу с помощью бомбы варлока и мечей. Ориентируйтесь на эти значения. Еще здоровье босса немного багается, и после каждой фазы урона вы можете заметить, как он восстанавливает часть своего здоровья. Она незначительна, но может добавить вам лишнюю стадию урона в самом конце сражения. Когда вы повторите все рассказанное около трех раз, вы добьете босса до специальной отметки на его шкале здоровья. В этот момент всем игрокам нужно будет прилететь на орбитальную станцию, так что оператор должен обеспечить их капсулами заранее. На орбите появится дофига боссов. Восемь, если точнее. Сканер должен будет экстремально быстро отсматривать весь зал и громко, и четко говорить команде, какого босса следует бить сейчас. Если информация будет неверной, или неточной, или кто-то запаникует из игроков и начнет бить не того босса, вся команда умрет. Меняться свечение будет очень быстро. Этот этап урона будет просто испытанием на вашу реакцию, внимательность и скорость. Если все будет ок с уроном, то убив трех клонов в таком режиме, вы добьете босса и этап будет завершен. Открывайте сундук в центре и проходите в правые двери. После небольшого джамп-пазла, на котором спрятан сундук, вы дойдете до третьего этапа и встретитесь с нашим старым другом. Таниксом. Да. Но сражаться вам придется не с ним. По сути, этот этап представляет собой обезвреживание ядерного заряда, который активирован в корабле по инициативе Ии Кловиса. Корабль на огромной скорости падает на Европу, угрожая уничтожить спутник. А планет-то у нас и так маловато. Разбрасываться сейчас ими нельзя, так что давайте разберемся, как будем спасать. Если в двух словах, нам нужно извлечь специальные ядра и забросить их в несколько специальных сундуков, прямо около босса. Главное изменение в ключевой механике рейда на этом этапе состоит в том, что в этот момент появляется третий баф. Синий. Подавитель. В чем задача игроков с бафами на этом этапе? Оператор. Ваша задача стрелять по панелям около раздатчиков ядер. Как только увидите горящую символом панель, стреляйте в нее и тогда другие игроки смогут извлечь ядро. Подавитель. Ваша задача найти трех дронов, летающих по локации. Встать под ними и стрелять в Тайникса. Сделав это под тремя дронами по очереди, вы позволите своим товарищам по команде закидывать ядра в сундуки. Задача сканера следить за сундуками в центре зала, чтобы отследить какие два сундука начинают светиться желтым. Об этом нужно громко сообщить остальной команде. Мы назвали сундуки ближние и дальние, левые и правые. Но некоторые их просто нумеруют по часовой стрелке, тут смотрите как вам удобнее будет. Я бы рекомендовал поделиться на три условные группы по два игрока, в каждой из которых определить основного и заменяющего. Это касается бафов. То есть, например, два игрока с ролью оператора, один основной, он берет баф первым, а второй будет просто страховать его на тот случай, когда баф сломается. Это рандомный момент, когда один из трех бафов у случайного игрока отключается. Чтобы его заново включить, его нужно будет положить в терминал и второму игроку, страхующему, как раз забрать его. Отключение одного из бафов будет случаться после каждого забрасывания ядер в сундуки. Мы обычно распределялись на три стороны и ждали, когда появится моб с тем или иным бафом на себе. Убивали его и называли где какой баф. При необходимости передавали его через терминалы с одной стороны локации на другую для экономии времени. Итак, начали этап. Получили с мобов бафы. После того, как оператор выстрелил в панели, игрокам без бафов нужно забрать ядра. Затем их нужно будет отнести к правильным сундукам, о которых сообщит сканер. Подавитель тем временем стреляет и оглушает Таникса, используя для этого места под тремя дронами. Это позволит забросить ядра в сундуки. Однако, пробираясь к нужным сундукам, игроки с ядром в руке получат дебаф, радиация. Как только он накопится до 10, игрок погибнет. Поэтому важно, чтобы другие ваши товарищи по команде забирали эту сферу у вас, когда накопилось 7 или 8 стаков. Когда вы больше не держите ядро, дебаф радиация медленно будет рассеиваться, и вы сможете поднять его спустя какое-то время. После того, как вы повторите этот ритуал 5 раз, в центре зала откроется белый люк. Скорее прыгайте в него и бегите по коридору, что есть сил. За вами будет гнаться Таникс. Убежав от него, двери закроются и произойдет взрыв. Вы упали на Европу, готовьтесь к битве с финальным боссом рейда. О битве с боссом я расскажу в отдельном видео, чтобы это совсем уж долгим не оказалось. Ссылка на него в описании, так что если ты прошел все этапы, услышимся далее. Ну а если ты только начинаешь рейд, удачи тебе. Надеюсь, мое видео поможет тебе на первых этапах. Чуть позже, когда механики будут изучены еще лучше, я запишу дополнительное видео с поправками и советами о более актуальных способах прохождения рейда. Спасибо за просмотр. До связи.